Это актуальное интервью, меня зовут Екатерина Котова и сегодня мы поговорим о проблемах дачного поселка Мечта. Все дело в том, что дачники недовольны тем, как в поселке организована подача электроснабжения. Люди уверяют, что инженерные сети находятся в крайне плачевном состоянии. Ресурсоснабжающая организация не скрывает, что проблемы есть и даже обозначила минимум необходимых мероприятий. Но выполнить их не получается из-за отсутствия денег. С коллективным письмом дачники обратились к губернатору округа Дмитрию Кобылкину. Возможно ли решить проблему на уровне руководства региона? Сегодня мы поговорим с директором департамента энергетики и ЖКХ Ямала Михаилом Гелевым. Михаил Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос такой. В марте ресурсоснабжающая организация озвучила сумму 3,5 миллиона рублей. Этого достаточно для прокладки новых сетей и для установки новой трансформаторной подстанции. И сейчас главный вопрос финансовый. За чей счет надо проводить эту работу? В издателе долгих консультаций и переговоров по этому вопросу принято решение о том, что ресурсоснабжающая организация сделает это за свой счет. И мы надеемся, что по крайней мере тот объем потребления, который сейчас есть у поселка Мечта, он будет полностью закрыт в результате установки новой трансформатора подстанции и, соответственно, замены линии электропередач на самонесущий кабель. То есть достойный, нормальный, надежный, качественный кабель для транспортировки электроэнергии. То есть вот таким образом решили эту проблему. Но на самом деле почему она так долго решалась и почему, собственно говоря, вот этот вопрос потребовал вынесения на высокий уровень для принятия такого системного решения. Значит, в целом надо сказать, что поселки такого типа, это как бы и не новость, и проблемы их не новость для, в общем-то, не только Ямало-Ненецкого автономного округа, но и в целом для всей территории страны. Значит, поселки изначально не предполагались для постоянного проживания. Поэтому качество электроснабжения или качеству электроснабжения, там, теплоснабжения или водоснабжения придавалось, в общем-то, невысокое внимание. То есть основная задача этих поселков была выращивание на грядках продукции. И, собственно говоря, для этого не требовалось ни 24-часовое электроснабжение, ни, соответственно, постоянное снабжение водой, ну а тем более теплом, да и дорогой, честно говоря, мы уделяли минимум внимания. Изменения серьезные произошли, когда дачникам разрешили получать прописку в этих домах. Произошло это, в общем-то, не характерно для нас, для всей остальной территории страны. Произошло это из-за того, что Москва и Московская область, так же, как и Ленинград с областью, они посчитали возможным решать вот таким вот образом проблему жилья. Соответственно, системное решение для таких поселков, оно хоть и сложное, но, к сожалению, неизбежное. Последовательно мы должны принять там несколько решений. Первое решение – это включить развитие этого поселка в программу комплексного развития территорий. То есть мы должны признать, что этот поселок перестал быть просто дачным, это поселок постоянного проживания и, соответственно, отношение к этому поселку как к району города. То есть это не просто дачки, которые там где-то расположены, да, и чего-то там они ковыряются в земле. А это, по сути, район города полноценный, которому надо тогда, собственно говоря, и обеспечивать всю инфраструктуру. Второй вопрос – под это должны быть разработаны схемы тепло- и электроснабжения. То есть а как мы будем снабжать этих людей, там, ну, если это необходимо и возможно, там, теплом, электроэнергией, водой, канализацией и так далее. Либо мы говорим о том, что мы вам даем электрическую энергию, может быть, подводим газ, и, соответственно, все остальные проблемы – вода – это ваши скважины или поверхностный источник, канализация – это септики. Вот, вы решаете эти проблемы самостоятельно. И это должно быть прописано, ну, по сути, в градостроительном плане, как бы, да, то есть куда мы двигаемся. Вот, и отсюда тогда постановка задачи для ресурсника – обеспечьте, пожалуйста, электроснабжение, там, такого-то уровня или такого-то качества. Но при этом получается, что, с одной стороны, значит, то, что касается магистрального, там, теплоэлектроснабжения, ну, в данном случае, вот, электроснабжение, да, решают предприятия. Значит, то, что касается непосредственного потребления, это, еще раз повторюсь, это договорно-технологическое присоединение. Если ты, как потребитель, хочешь жить лучше, значит, будь добер, заплати за то, что ты, собственно говоря, собираешься потреблять больше. То есть есть определенный минимум, на который все это было рассчитано. Если же ты стал потреблять больше, за это надо, соответственно, заплатить. Вот этого не произошло. То есть мы, к сожалению, вынуждены решать проблему по мере ее возникновения. То есть системно к проблеме мы сейчас не подошли или не отнеслись. Поэтому это разовое решение. К чему оно приведет? Значит, на данный момент мы проблему, я надеюсь, проблему поселка, вот в том виде, в котором она сейчас сформировалась, мы ее решим. Но дальше произойдет следующее. Люди, понимая, что они могут потреблять теперь электроэнергии больше, что у них стало постоянное, там, разумное электроснабжение, когда они могут не волноваться за то, что у них замерзнет дом, за то, что у них там выключится холодильник. Это подтолкнет, естественно, к росту потребления дальше. Мы хотим жить лучше, и мы будем, собственно говоря, жить лучше. И это правильно. В результате, через некоторое время, если, опять же, эта проблема не будет в целом решена, если люди не осознают, что надо предупреждать электриков о том, что они хотят потреблять больше. В результате мы столкнемся ровно с таким же дефицитом, там, через пару лет. То есть через пару лет мы станем жить еще лучше, потреблять больше, и сеть опять не справится. Вот, поэтому, к сожалению, неизбежна ситуация, при которой мы должны будем заявиться, как потребители, да, мы с вами должны будем заявиться, что, там, господа электрики, мы собираемся потреблять еще больше. Пожалуйста, предусмотрите в планах своего развития, и, соответственно, в планах развития нашего поселка расширение, значит, там, и линии электропередачи, и трансформаторной мощности. Вот, ну, а, соответственно, электрики, естественно, попросят за это дело денег. Ну, в общем-то, это неизбежно. Ну, вот, речь о том, что в мечте старые электрические сети, она у нас очень давно. Скажите, сегодня по закону только муниципалитет уполномочен решать проблемы поселка, следить за состоянием сети, за ремонтом, или все-таки какое-то другое ведомство тут может помочь? На самом деле, по закону, проблемы такого рода поселков должны решать сами поселки. Это так же, как гаражный кооператив. Мы с вами объединились и договорились, что эта территория застроится нашими гаражами. Мы обращаемся к электрикам, дайте нам электрическую мощность. Мы обратились в муниципалитет, нам выделили землю, и, по большому счету, вот в этот момент все проблемы стали нашими. Мы сами строим, мы выбираем архитектурные решения, мы обеспечиваем себя теми услугами, которыми мы хотим, чтобы нас обеспечивали. И за это мы оплачиваем сами. То есть, по большому счету, ситуация по развитию поселка, поселок это, по сути, конгломерат всех нас, как дачников, и как уже постоянных жителей, которые решают свои проблемы. Если мы собираемся газифицировать поселок, мы, по идее, должны обратиться в газоснабжающую организацию, сказать, мужики, мы хотим, чтобы у нас здесь был газ. Нам говорят, смета на прокладку газопровода будет вот такой. И, соответственно, мы раскидываем это все дело на себя, как на жильцов, и определяемся, хотим мы или не хотим, дорого или недорого для нас газификация нашего поселка. Но ведь есть еще одна проблема. Уже сейчас дачники мечты, у них есть долги за ресурсы. То есть, вот этот вопрос, и долги, они достаточно большие. Он как-то может поспособствовать тому, что это дело растянется по поводу сети? Ну, на самом деле, мы не увязываем сейчас эти два вопроса в лобовую. То есть, мы договорились, что мы будем последовательно решать проблему. То есть, есть проблемы с электроснабжением, и Энергогаз Ноябрьск взял на себя сейчас эту нагрузку инвестиционную. Я надеюсь, что в ближайшее обозримое время мы увидим улучшение с качеством электроснабжения. То есть, основная проблема будет решена. Вопрос долгов, он без сомнения острый и важный. И Энергогаз Ноябрьск, мы понимаем ресурсника в этом вопросе. Он говорит, мужики, ну давайте по-честному. То есть, вы платите деньги, мы, собственно, обеспечиваем вам качество. Если вы не платите деньги, то, соответственно, почему вы требуете качественные услуги? Никто не снимает вопрос по платежам. В любом случае, долги должны быть оплачены. Для этого, опять же, я не исключаю, что понадобится и установка приборов учета, и в том числе для поселка в целом, то есть на границе поселка, так называемой границе балансовой принадлежности. И, соответственно, более четкая работа внутри поселка, в том числе и между собой. Когда мы понимаем, что мы вынуждены оплачивать за себя и за того парня, хотя человек имеет и возможность заплатить, и должен оплачивать за свое потребление, но почему-то этого не делает. В чем-то я с вами соглашусь, во многом, точнее, проблема спровоцирована взаимными непримиримыми позициями. То есть неплатеж порождает, собственно говоря, и отношение к качеству электроэнергии. Ну и последний вопрос. Можно хоть какие-то сроки сейчас обозначить? Насколько решение этого вопроса может растянуть? Я понимаю так, что Энергогаз Ноябрь спланирует реализовать эту схему в ближайшее время, то есть в течение 2013 года. У них этих денег в тарифе не было предусмотрено, то есть решение, скажем так, больше политическое, чем экономическое. И я понимаю, что у них будут определенные сложности, то есть эти деньги надо изыскать в своем бюджете и, собственно говоря, реализовать процедуру. Но если я правильно понимаю, они уже к этому приступили. То есть идет закупка оборудования, материалов. Я думаю, что в ближайшее время мы сможем с вами эту проблему себе, по крайней мере, на какое-то время снять. Я напоминаю, что сегодня в студии был и отвечал на вопросы директор департамента энергетики и ЖКХ Ямала Михаил Гилев. Михаил Сергеевич, спасибо, что пришли. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова